Из Рыбинска в Голливуд, как братья из России оказались главными в американском кино. Небольшой город Ярославской области, Рыбинск и столица киноиндустрии, что же может их связывать? Оказывается, для такой сложной и неожиданной связи достаточно двух людей, которые жили в России. В Рыбинске Николай и Джозеф Шенк в Голливуде. Два брата, которые действительно изменили мир. Джош Шенк родился в 1878 году в Рыбинске, нынешняя Ярославская область. В семье евреев тогда его звали Иосиф Шенкер. Через несколько лет родился его младший брат Николай, будущий Николас Шенк. Отец мальчиков Хайм Шенкер служил приказчиком в конторе волжского пароходства. Рыбинск в то время был крупным торговым центром и семья не бедствовала. В конце 19 века, начало 20 веков евреи массово уезжали из России, в Америку. Семья Шенкера в том числе и уехала в 1892 году. Их путь, как и многих других, проходил через пограничный город Броде в Галиции, затем через Париж и Атлантический океан. На таких пароходах эмигранты добирались в Америку, спали на нарах, темных трюмах, питались в сухомятку, многие болели, умирали. Шенкеры благополучно добрались до США. Семья поселилась в Нью-Йорке, сначала в Нижнем Иссайде, а затем в Карлеме. Фамилию и имена братья поменяли на американский манер. Стали Джозефом и Николасом Шенками. Но свое происхождение они никогда не скрывали. Шенки начинали карьеру с продажи газет, мытья посуды, в кафе, работы в аптеке. Со временем они выкупили аптеку за 600 долларов и через три месяца продали ее за 3500 долларов. Деньги братья инвестировали в новый бизнес – пивную Олд Баррелл в парке развлечений Форт Джордж, самой высокой точки Манхэттена. Здание Олд Баррелл было в виде бочки. От парка развлечений к кинобизнесу. В 1905 году Шенки поняли, что для развлечения не хватает каруселей и танцевального зала. Внутри построили танцпол, вокруг него расставили столы, наняли оркестр. В 1906 году Шенки начали строить собственный парк развлечений – Paradise Park. Карусели и другие развлечения строили в кредит. Братья брали с посетителей по 10 центов за вход. В парке были американские горки, два колеса обозрения, тиры, дорожка для прогулки на пони, гостиница, казино, два концертных зала и несколько баров. В 1913 году случился поджог. Огонь был таким сильным, что пожарные спасали стоящие рядом здания, а парк оставили догорать. Сгорели американские горки, колесо обозрения, каток и все, что построили братья для развлечения публики. Ущерб составил более 100 тысяч долларов. Парк не стали восстанавливать. Землю по настоянию местных активистов вернули под юридицию города. Братья не бросили бизнес и купили новый парк, который через пару лет получил имя – Палисад Парк. Парк стал популярным, особенно в 1913 году, когда братья построили открытый бассейн с соленой водой из Гудзона. Братья владели парком до 1934 года. Одновременно их внимание захватил кинематограф. Шенки начали интересоваться первыми кинематографами, которыми развивал Маркус Лоу. Лоу впечатлился деловой хваткой братьев и предложил им партнерство в некоторых своих театральных предприятиях. И в 1909 году братья присоединились к бизнесу. Но в 1916 году пути братьев разошлись, и каждый занялся своим кинобизнесом. И к 1925 году Джо все же открыл кинокомпанию под названием «Метро Голденмайер». Компанию отобрали лучших работников. За первый полный год студия зарабатывала более 5 миллионов. За первые два выпустила более 100 фильмов. Успех связан с тем, что они нашли незаполненную нишу. Фильмы для среднего класса. И в 1927 году в кино пришел звук. Его появление произвело революцию в киноиндустрии и привело к падению звезд немого кино, которые не хотели или не могли приспособиться к новой технологии. Звук распространился очень быстро, и к 1930 году немые фильмы почти не выходили. В 1933 году Шенк и Дэрил Занук, руководители производства компании Warner Brothers, основали новую продюсерскую компанию. Студия приносила хорошие финансовые результаты, и в течение следующих 10 лет компания росла и процветала. В 1941 году Шенк познакомился с начинающей актрисой Нормой Мортенсен. В 1950 году Мортенсен снялась в фильме «Всё о Еве», после которого стала всемирно известной как Мерлин Монро. В 1949 году Шенк задумал уйти в отставку с поста исполнительного продюсера 20 век Фокс, но начальство отказало ему, сказав, что он незаменим. И в 1952 году Джо Шенк удостоился специального «Оскара» за весомый вклад в развитие киноиндустрии. И в 1957 году Джозеф ушёл в отставку. Тогда же он перенёс инсульт, после которого полностью не восстановился. Он ушёл из жизни в Лос-Анджелесе 22 октября 1961 года. Ему было 82 года. Особняк Джозефа приобрела Мерлин Монро на память. Николас Шенк пережил своего брата на 8 лет. Николас скончался в 1969 году в возрасте 87 лет. Как ни удивительно, но ниточка, связывающая основателей Голливуда, с Россией не оборвалась. Ещё в далёком 1893 году один из братьев Израиль не поехал с семьёй покорять Америку, а остался в родном Рыбинске. Его потомки Ирина и Григорий Красулины живут в Москве и работают врачами. Израиль Шенкер приходится Ирине прадедушкой по материнской линии. О своём родстве с кинематографами семья узнала, когда на связь с ними вышел краевед Владимир Рябой. Именно по его инициативе в 2011 году на доме номер 72 по улице Чкалова в Рыбинске была открыта мемориальная доска в честь братьев Шенк, отцов кинематографа. Субтитры создавал DimaTorzok